итак дорогие друзья я рад приветствовать вас мы находимся по дороге из нью-йорка в оконус замечательный когда-то рашен шаботон сегодня international шаботон и ведь со мной в минивене находится потрясающий музыка это вообще голос еврейский голос до еврейской души дошло манезин когда-то из одессы я в одессе произношу название города который я слышал как одесса когда-то москве но мы будем произносить его сегодня я во всяком случае как одесса хотя сидящий рядом со мной араб гору горин говорил что коренные одесситы как раз произносят одесса произносили до войны вот комментирует немногие одесситы об этом знают вот если так у нас сегодня удивительная возможность познакомиться с человеком который является певцом музыкантом живет в славном городе на дании у моря мы говорим про этот пич это маленькая одесса на дании это на большая сегодня и так что вам приветствую вас шалом алейхом алейкум шалом здравствуйте очень рад приветствовать вас замечательно итак музыка музыка и тура у вас есть свой удивительный рассказ о том как вы прежде сначала начали заниматься музыкой а потом вашу жизнь пошла тура интересно это два параллельных пути или они были как-то связаны поскольку чисто хронологически я занялся позже чем музыкой поэтому понятно что сначала сначала у меня была музыка вообще никогда не думал что буду заниматься музыкой профессионально более того я не думаю что я не буду зарабатывать на жизнь у меня кроме музыкального еще есть несколько образований я программист специалистов автоматизированных систем управления и в общем-то занимался наукой программированием компьютерами айти в начале музыка была только хобби но так случайно а как мы понимаем ничего случайного не бывает так получилось что я вышел на профессиональную сцену и однажды выйдя туда уже там остался вот до сих пор уже 20 почти 22 года я на профессиональной сцене пою играю стараюсь доставлять радость веселья и переживания людям и конечно сам тоже получаю большой заряд энергии который я пришел уже достаточно взрослом возрасте хотя родился обычной советской светской семье в семье которая не оскорбала свое прейство которая гордилась своим прейством не смотря на то что знали о нем очень мало в каком-то смысле можно сказать что у меня была традиционная семья понятно что ели на росшиша на голову рыбы и яблоко в льду ели в отцу когда мне исполнилось 13 лет мы сделали Ленхайм что я стал совершеннолетним какие-то такие остатки и обрывки были но по-настоящему в мир Торы я окунулся уже после первого посещения Израиля это было 15 лет назад я полетел с группой молодежи по программе Таглид который организовывался ну совершенно не религиозная поездка но оказавшись на святой земле и впервые очутившись в святом городе Рашалайме и проводя это время с потрясающим гидом который соблюдающий человек видя его его отношения с женой как в рамках удивительной скромности была невероятная любовь когда я это увидел я понял что я тоже закричу потом вернувшись в Одессу я начал ходить на уроки Торы это была программа STARS students torah aliens for russian speakers два раза в неделю у нас были уроки Торы по 45 минут по часу и мне этого стало мало я начал ходить на дополнительные уроки которые были в синагоге потом это все пошло как снежный ком сделал предыду начал учиться в Ешиве женился начал учиться в Холиле мы готовились давали раввинские экзамены потом даже был какой-то период что я сам преподавал на программе STARS специально открыли такое отделение специальные уроки посвященные хасидским негунам и все началось вот с программы STARS дальше были мастер-классы в других городах потом это распространилось уже за пределы Украины во всю миру мастер-классы по хасидским негунам где я не только их исполнял и не только рассказывал а мы вместе со зрителями с публикой вместе их пели вместе их чувствовали вот и вот так изменилась моя жизнь и конечно сейчас уже я достаточно долго живу в Израиле и выступаю в Израиле выступаю по всю миру вот совсем недавно проводил подсчет в этом году набралось 3-5 стран в которых я выступал вот и это уже на разных континентах конечно это не может не радовать это дает очень много сил очень много мотивации для того чтобы продолжать это дело не останавливаться и делать это все выше и лучше и качественнее и масштабнее Божьей помощи вот в принципе так вот пересеклась моя любовь к музыке с моей связью личной связью со Всевышним с моей связью с Торой с моей жизнью уже будучи соблюдающим человеком человеком который соблюдает Тору и Замарит потрясающий рассказ вы знаете я помню себя в третьем классе мы приехали с квартиры на чистых прудов на нижнюю Красносельскую улицу где жили потом и там была еловская церковь все что я могу сказать уже рядом с Зайловской церковью в Москве и вот я помню я шел в школу зимой 345 школа города Москвы и мне нужно было может быть 5 минут идти пешочком еще темно и вот я выхожу из моего подъезда а из другого подъезда выходит другой еврейский мальчик которого зовут Гена который был в четвертом классе был третий он идет по снегу и я иду как бы по следам за ним и мы не разговариваем то что был через день пройти и он что-то свистит себе и он вдруг свистит я услышал где-то слышал что это что это такое тарарарам там тарарам у меня в этой тьме московского утра еще не расцвело было еще темно я думал кто вообще заставляет нас в такую тьму ночи и день голода и вдруг я расцвел то есть я ощутил какое-то тепло на сердце оказывается я не был уверен что Гена Пироговский из соседнего подъезда еврейский мальчик но когда он запел Евейну Шолом Алейхем пароль при этом он засвистел а я мы шли один за другим и разговаривали я вдруг что-то у меня в душе он при этом даже не знает потому что сейчас увидит нашу передачу кто его знает я его с тех пор вообще не видел прошел аутентификацию вы знаете второй момент который конечно в моей судьбе сыграл роль это вскоре после этого когда уже было я думаю весна я возвращался домой и ребята нашего класса играли в замечательную игру которую называли словом погром у вас в Одессе не играли в погром нет? нет у нас играли ну это уже не была не игра но это было очень много лет на игре ну что значит играли привязали Гена Пироговского человек 15-20 к дереву веревками и издевались над ним в московском дворе за правду издевались или игра не за правду ну какая игра я говорю так откуда вообще эти детишки могли знать что такое погром вот и они посмотрели на меня и говорят о еще один иврейдер и побежали за мной в этот момент я научился быстро беде я уже и в школе потом отличался я был хорошим летом я думаю что они меня научили быстро беде но Гена Пироговский таким образом научил на первую песню а потом вот эта вот сцена она тоже была образовательной то есть они напомнили нам то что может быть мы хотели забыть но настоящая революция в моей жизни произошла когда я попал в институт связи вместо всех других институтов вдруг евреи оказались вместе у меня есть 40 учеников группы 20 были евреями в классе в своей 30-45 школе я был один еврей на весь класс а тут половина евреев и вот один из них говорит я слушай пойдем в синагогу ну рушон я пошел ничего интересного там не было я в Кипр пошел тоже ничего я не понял что происходило ну познакомился с одним парнем который пригласил меня изучать иврит на самом деле это был мой путь к Туре через этот иврит это было важно но настоящая революция произошла когда я пришел в Симхустору я шел по горке в Симхустору я пришел пришел в синагогию не так как это было в Одессе и увидел толпу евреев тысячи и тысячи евреев не смотря на то что была милиция было страшно уходить синагоги обычно но в Симхустору тысячи людей собирались и пели и играли и танцевали милиция смотрела так что они готовы были разорвать нахлочателе я видел гордых смелых поющих евреев я слышал слышал эти мелодии эти мелодии меня вообще полностью перевернули вот услышав мелодии в Симхусторе в 77 году я стал другим человеком я пошел туда одним обернулся если можно так сказать из миквы из очищающих вод еврейской музыки и танцев поэтому я хотел бы спросить вас может быть наглый вопрос я вам задам мы едем здесь вокруг нас замечательные люди сидят кто-то спит может быть а может быть вместе с нашими слушателями вы могли бы спеть какую-то мелодию вот какая еврейская мелодия вы думаете пробуждает сердце как бы вы могли так вот втихаря чтобы не будить никого правильно есть какая-то мелодия как бы вы могли просто вот а нигун в нигуне может быть даже есть особая сила нигун это без слов потому что зачастую мы говорим давайте споем еврейскую песню а мы слов не знаем окей значит что-то не могут в нашем случае в еврейском случае это очень удобно слов знать не надо нигун это хасин например называется нигун атик его приписывают так как говорится его приписывают и что интересно один хасин он Робин Шалия как раз в русско-звязочной общине родом из из Румынии там на пересечении Румыния Венгрия Западная Украина Закарпатия и он он говорит что пели как раз Шалом Алейхим у нас сейчас как раз в преддверии шабата песни пели Шалом Алейхим на эту мелодию давайте может быть попробуем ее спеть без слов а потом попробуем представить как бы Шалом Алейхим могла бы звучать а и я это я я я я и я Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Один мой замечательный друг был славянной памяти Владимир Зак ДимаTorzok 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 Вообще, есть ли еврейская музыка? То, что на самом деле мы берем гармонии и мелодии других народов и поем, но поем, интерпретируя их под спортом. И он предлагал идею, что нет как таковой гармонии еврейской музыки, а есть интерпретация еврейской души, которая может сделать любую мелодию еврейской. Если есть что-то особо еврейское, это преодоление страданий, преодоление сомнений, обретение веры и оптимизма в будущее. Всегда видеть свет в конце туннеля никогда не отчаиваясь. Поэтому ту мелодию, которую вы исполнили, она очень глубокая мелодия. Она пробуждает человека к размышлениям, к мелодолии. Но я бы хотел в продолжении этой мелодии услышать все-таки ту мелодию, которая с мажора переворачивается в минор, чтобы у нас было настроение и субботнее, и праздничное каждый день. Вы имеете в виду эту мелодию еще какую-то? Соло? Нет. Не просто весоло, а ту, которую мы можем начать. Ага. Ну, не важно. Вот так, кто мы могли бы начать и развить, и перевернуть. То есть не просто, если мы начинаем с вами с веселой мелодии сразу, то, может быть, наслушатель еще не там. И для него это будет все равно, что он в таком депрессивном состоянии духа или похода грусти накурится, а мы вдруг ему раз и шутим с ним. А он еще шуток не понимает. Поэтому нужно сначала его понять в его грусти. А потом вместе с ним подняться до радости и служению Всевышнего, как сказал царь Давид и Евду, служите Всевышнему с радостью. То есть мы тогда обретаем радость служению Всевышнего, потому что без радости нельзя служить. Хотя другие говорят, когда ты служишь Всевышнему, как следствие, как награда тому, что ты служишь Ему, а не себе, как обретаешь радость. Ну, так или иначе, радость это наша цель. Есть очень красивый никон на эту тему, но он со словами. Он начинается очень грустно, но его в таком виде показали Любавическому Рэбе во время одного из фарбрингенов. Рэбе сказал, что его показал Раф Зальцман. Раф Беррел Зальцман? Отец Рафа Зальцмана, который в Торонто. Да, это Раф Беррел Зальцман, который сегодня в Нью-Перси, когда-то был в Лос-Анджелесе. Да, он показал этот никон Рэбе, исполнил перед Рэбе, и Рэбе сказал, что он слишком грустный. Тогда хасиды привнесли туда небольшую коррективу. Они добавили туда третий куплет, там было два куплета, добавили третий куплет и веселую часть. Смысл там такой, что еврей тонет в речке, он плывет по речке в какой-то лодочке и начинает лодочка тонуть. И он кричит, он говорит, мамочка, спаси меня. Мама говорит, я не могу тебе помочь. В следующем куплете, во втором куплете, все то же самое, еврей плывет по речке, и он кричит, папочка, начинает тонуть, кричит, папочка, спаси меня. Папочка говорит, я не могу тебе помочь. На этом не кунт заканчивался. Я бы сказал, что так не должно быть. Не может быть, чтобы в нашей жизни еврейском пути всегда должен быть хэппи-энд. Как бы грустно ни было, но в конце концов, все это должно привести к добру. Это как раз то, что сказано в трактате Проход, в Вавилонского толмуда, что все, что Всевышний делает, он делает для добра. Иногда это добро мы не можем разглядеть. Иногда мы никогда его не сможем разглядеть. Но так или иначе, хасиды добавили в третий куплет, в котором этот еврей, который плывет по речке, в этой лодочке, и лодочка начинает тонуть, и он кричит, рэбэ, спаси меня. Рэбэ говорит, все в порядке, все будет окей, ты не утонешь. И дальше веселая мелодия. Перед тем, как сейчас мы споем этот не кунт, хочется задать вопрос. Но как вообще может быть так? При всем уважении к рэбэ, к наставнику, к учителю, к главе поколения, к свету Чуторе, к кому угодно, но папа и мама, разве это не самые близкие, самые дорогие люди, которые готовы жить, отдать, чтобы спасти своих детей? И неужели мы можем позволить, чтобы мама сказала, не, я не могу тебе помочь, папа сказал, я не могу тебе помочь? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, очень интересно, об этом говорит Сибирь, Каббала и Хасиды. Кто такие папа и мама? Папа и мама так называются элементы интеллекта. Хохма и бина. Мудрость и постижение. Папа – это мудрость, мама – это постижение. Что такое речка, по которой плывет еврей в лодочке? Это наша жизнь. Вся как одна бурная река. И вот мы плывем по этой жизни. И вдруг лодка, не дай бог, начинает тонуться. И что мы тогда, кому мы взываем? Когда евреи или не евреи, любой человек сталкивается с проблемой. И, столкнувшись с этой проблемой, он взывает к своему интеллекту. Например, человек, еврей, соблюдающий. Вдруг у него в какой-то момент проблемы финансовые. И он задает своему интеллекту вопрос, что надо сделать. Разум ему подсказывает. Ты кушаешь кошерную еду. Ты пытаешься кошерной. Кошерная еда дороже, ее тяжелее достать. Возьми, ешь не кошерная, ты сэкономишь. Ты соблюдаешь шаббат. Возьми в этот день работой. И тогда ты будешь больше зарабатывать на одну седьмую. Это существенно. Тем более, что может быть, особенно люди, которые живут в Израиле. Это очень важное замечание, что в Израиле заработал шаббат, платят двойную или тройную ставку. Человек может сказать, ха, я в шаббат нормально заработаю. И вот это как раз то, чему учит этот Никун, что когда человек обращается к интеллекту, иногда то, что называется горе от ума, иногда разум дает неправильные подсказки. И эти подсказки могут человека просто утопить. Но тогда что? Тогда он обращается к Ребе. Что такое Ребе? Ребе это рожб на Исре. Это направляющий указатель, куда идти и что делать. Ребе говорит, что все будет в порядке. Продолжай, ты соблюдаешь шаббат, продолжай соблюдать шаббат. Всевышний сказал, что ты, если будешь соблюдать шаббат, он тебя всем обеспечит. Если будешь есть кашир, но он тебя не оставит в обиде, не оставляет. И вот это то, о чем этот Никун, который называется Форт Аидалэ. Форт Аидалэ инашифалий, Зобрэр цик идет шифалы унесдек риси, Прич02 ранее, Татэ нюратэ вератэ вератэ выу. Иккэндл ништэлф, Иккэндл ништэлф. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 и писал, сделал ее в песне, а ее, а это место, я это место вам даже сказал сейчас, кстати, в интервью живом на 900-радио сеть, и у меня была фотография, как он стоит по Галебахам, кто-то сделал гурнографию, на сцене, пусть не от выражения из советских любимых, это сила этой песни, я хочу пожелать всем нам, чтобы ваши мелодии также укрепляли евреев в тот момент, когда они могут сомневаться, или может быть даже думать, как я могу продолжить, что-то делать, а, меня сломали отстоять, меня сломали, так вот вам, друзья, ответ, если Йосиф бегун не сломался, и мелодия ему помогла, то таким же образом, о мелодии рамы снова низина, пусть они вдохновляют вас и помогают преодолевать все препятствия, и чтобы мы с вами делились только радостями, всем хорошим вам, всем хорошим, всем хорошим.